Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 34-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я хочу вас научить, как делать уникальную анимацию для вашего Landing Page в Adobe Muse. Как, например, вот эта бабочка, которая машет крылышками, сидящая на кнопке «Купить». Эта бабочка привлекает внимание и как бы привлекает внимание на этот объект, на эту кнопку. То есть бабочку можно посадить, в принципе, на любой объект. К сожалению, мы не сможем сделать такую бабочку в программе Adobe Muse. Для этого вам потребуется программа Adobe Edge Animate. Это специальная программа для создания анимации. И сейчас мы с вами перейдем в Adobe Edge Animate. Сама, в принципе, операция создания такой бабочки не сложна. Это у нас просто покадровая анимация. Ну и потом мы с вами готовую бабочку перенесем в Adobe Muse и сможем прикрутить к этой бабочке прокрутку. То есть когда я буду прокручивать сайт за ползунок, наша бабочка устремится, полетит. В принципе, в любом направлении. Я здесь сделал, она улетает у нас вниз. Как я уже сказал, вам понадобится программа Engine Animate. Если у вас ее на компе нет, тогда советую вам установить данную программу, а потом продолжить смотреть урок. А я перехожу в программу Adobe Edge Animate. Итак, я открыл программу Adobe Edge Animate. Сразу предупрежу, если у вас нет навыков в этой программе и вы первый раз ее видите, то, возможно, вам будет тяжело здесь работать. Но я, в принципе, вы можете просто делать за мной и у вас должно получиться. Но я вам советую посмотреть мою бесплатную серию видео уроков. Ссылку сейчас вы видите на экранах. После прохождения этих уроков у вас будут базовые навыки и вам будет проще понять этот урок, который сейчас я хочу вам дать. Итак, поэтому я здесь на деталях не останавливаюсь и двигаюсь в быстром варианте. Будем считать, что у вас навыки этой программы есть. Итак, первое, что мы делаем, мы с вами нашу сцену, мы с вами сделаем ее прозрачной. Это раз. Потом мы сделаем по ширине 100, а высоту 90 пикселей. У нас бабочка маленькая. Бабочка – это у нас, по сути, просто 5 изображений разных. Если вы захотите потонироваться, под этим видео будет ссылка на мой сайт. На моем сайте вы сможете скачать. Я приложу архив с этой бабочкой, то есть оригинальной JPEG-картиночки, точнее PNG. И вы с этой бабочкой сможете сами поэкспериментировать в этой программе. Я просто на компьютере все 5 изображений бабочек выделяю и просто переношу сюда мышкой. Сразу нужно это все увеличить, чтобы нам было легче работать. Самое главное вначале нам нужно определить то, что наша бабочка, ее тело, оно в принципе не двигается. Двигаются только крылышки. Поэтому на каждой картинке мы должны определить место положения самого тела бабочки. И сделать так, чтобы по возможности оно не двигалось. Просто если будет она двигаться, будет неаккуратно бабочка дергаться. И не будет эффекта моргания крыльев, будет некрасиво. И в самом начале я с зажатым шифтом выделяю все изображения, кроме первого. Ползунок у нас находится в самом начале. Отключаю здесь всю анимацию. И вот здесь вот в панели я ставлю OFF, выключаю кадры. То есть у нас теперь только первый кадр включен. С помощью направляющих у первого кадра мы определяем позицию головы бабочки. Примерно так. И последующие кадры мы постараемся сделать так, чтобы голова бабочки у других кадров была на том же месте, где идет у нас пересечение направляющих линий. То есть смотрите, все кадры, кроме первого, я их просто OFF, с английского слова, да, это выключить. То есть они отключены, их не видно. И как действует покадровая анимация? Смотрите, идет ползунок, это все равно, что как бы бежит пленка, да, то есть вот кинопленка. И у каждой кинопленки у нее есть кадры, вы, наверное, знаете. Кадр сменяет другой кадр очень быстро. Мы не видим эту смену кадров, а видим с вами видеокартинку. По сути, по кадровой анимации так же здесь и устроено. То есть смотрите, мы двигаем ползунок чуть дальше, немного дальше, то есть буквально вот чуть-чуть. Выделяем, вот смотрите, мышкой просто я выделяю второй кадр. Он у нас выключен. То есть я двигаю ползунок, и на этом этапе вот здесь я его включаю. И, соответственно, на этом этапе мы выделяем первый кадр, и первый кадр мы отключаем. И посмотрите, я двигаю ползунок, и вы уже видите, да, что она уже машет крылом. Видите, да? То есть практически, по сути, так оно и будет. Сразу вот так вот, за счет того, что я двигаю ползунок, уже видно, смещена ли у нас вторая картинка. В принципе, нормально машет крылом, и голова находится примерно на том же уровне, где и голова у первого изображения. Еще один момент. Вот у каждой картинки, чем больше расстояние между вот этими вот переключателями, чем больше расстояние, тем медленнее она будет двигать крыльями. Чтобы вы лучше понимали картину, если вы первый раз в этой программе работаете, я сейчас открыл проект той бабочки, которая у меня уже готова, которую вы видели в демо-сайте. Посмотрите, как выглядит здесь, на шкале времени, смотрите вот эти вот маркирочки, да, смотрите. И вот я двигаю мышь, то есть сначала у меня в одну сторону пробежали все кадры, а потом в обратном порядке я их включал и выключал. Итак, продолжаем делать нашу бабочку. Я надеюсь, я здесь понятно объясняю. Двигаемся еще на один кадр. Я выделяю третью картиночку, вот здесь вот, да, на шкале времени. Она у нас отключена, здесь видно, что стоит OFF, мы ее здесь ON включаем, выделяем второй кадр, второй кадр мы отключаем. Двигаемся еще чуть-чуть, выделяем четвертый, включаем, третий, отключаем. Двигаемся еще чуть-чуть, выделяем пятый. Включаем, выделяем четвертый, четвертый кадр, отключаем. Вот, и сейчас давайте поправим те картинки, которые у нас немножко дергаются вверх. На втором кадре все хорошо. На третьем тоже нормально. Третий, четвертый. Четвертый можно, смотрите, я его просто выделяю на шкале времени и стрелками на клавиатуре, немножко пододвигаю. Да, и у нас, кстати, вот второй и третий тоже неровно. Я выделяю третий и немножко двигаю. Достаточно тут кропотливая работа, нужно четко здесь определить, чтобы у нас по возможности тело не двигалось. Просто нужно следить, чтобы вот голова бабочки, да, была в одном месте у нас. Здесь в некоторых моментах тяжело смотреть, потому что она крыльями закрывает голову, но ничего страшного. Так, вот этот кадр, четвертый, да, у нас не совсем ровно. И пятый кадр совсем у нас получается неровно. Итак, выровняли бабочку. Первый этап пройден, он самый такой сложный. А потом второй этап мы должны как бы промотать в обратном порядке. Крылья, то есть, раскрываются. Мы в обратном порядке просто с вами будем включать кадры от конца к началу. Это уже не так сложно, потому что бабочку мы выровняли, самое сложное позади, и это делать больше не нужно. Я двигаю пузынок еще на один кадр, выделяю четвертый кадр. Здесь я его включаю, а пятый отключаю. Двигаюсь еще на один кадр, третий выделяю. Третий я включаю, четвертый отключаю. Двигаюсь еще на один кадр, выделяю второй. Второй я включаю, выделяю третий, третий отключаю. Двигаюсь еще на один кадр, выделяю первый. Первый я включаю, второй я отключаю. И здесь есть такая кнопочка play, чтобы посмотреть, как она моргает крыльями. Нам нужно будет зациклить анимацию, то есть, это для того, чтобы анимация все время проигрывалась без остановки. То есть, она у нас будет все время махать крылышками. Для этого нам нужно нашу анимацию, нашу бабочку заключить в так называемый символ. Вот здесь вот на шкале stage мы выделяем все наши PNG-картинки с зажатым шифтом. И правой кнопкой мыши здесь есть конвертный символ. Предпоследний пункт. Кликаем. Можете символ как-то назвать или оставить так же. И окей. Теперь нам нужно зайти внутрь символа. Можем так же на шкале вот здесь вот в правом верхнем углу по пиктограммке с шестереночкой двойным кликом зайти внутрь. Мы зашли внутрь анимации. Вот наши все кадры. Ставим ползунок прямо над последним кадром. И вот здесь есть так называемый триггер. Такая точка. Кликаем здесь. И в появившемся окне вот здесь в первый пункт выбираем Playback. И вот здесь вот кнопка Play. Вот здесь вот в окне появляется наш символ. Два раза по нему кликаем. Здесь у нас прописывается играть. Код. Небольшой. И мы закрываем. И теперь чтобы посмотреть все ли у нас работает. Прежде чем мы скомпилируем файл для Muse. Мы сделаем файл Preview Browser. То есть просмотреть в браузере. И мы видим, что у нас бабочка зациклилась. Она постоянно машет крылышками. У нас все получилось. В принципе в этой программе мы закончили всю работу. Осталось самое малость перенести в наш лендинг пэтч в Adobe Muse. Для этого нам нужно перейти сюда в файл. И сделать Save As. Сохранить как. Потому что если мы проект не сохраним, у нас тут недоступны Publish Settings. То есть настройки публикации. Поэтому мы делаем здесь Save As. Сохранить как. И на компьютере где-нибудь создаете папочку. Сохраняете проект. То есть по этому проекту вы потом всегда сможете зайти через Engine Animate. И что-то подредактировать или изменить. Теперь мы нажимаем File и Publish Settings. Настройки публикации. Выбираем сразу второй пункт. Ставим точку. Здесь кликаем по папочке. Выбираем также на компьютере. Куда вам будет удобно. Сохранить файл. То есть смотрите. Программа скомпилирует всю нашу анимацию в один единственный файл. С расширением OAM. Это специальное расширение для программы Adobe News. Также вот здесь вы можете как-то обозвать вашу анимацию. Я оставлю так. Смотрите. Чтобы анимация в режиме редактирования в Adobe News не была пустой. И вы ее могли видеть среди других элементов. Нам нужно сделать как бы для нее скриншот. Вот здесь вот есть такая вот стрелочка. Видите? Poster Image. Кликаем по стрелочке. И тут показаны все наши изображения в данном проекте. Выбирайте первое изображение. Там бабочка у нас с раскрытыми крыльями. Сразу здесь показан путь до нашего постера. И после этого мы нажимаем вот здесь вот в углу кнопку. Публикация. Publish. У нас публикация произошла. У нас появился вот такой файл, как я и говорил. То есть вся наша анимация в единственном файле. Весит 77 килобайт. Название файла я не менял. Поэтому мне осталось по умолчанию. И расширение OAM. Мы мышкой просто вот таким образом с вами перетащим в Adobe News. И продолжим работу. Итак. Вы можете закрыть программу Adobe Engine Animate. И открываем программу Adobe News. Итак. Я открыл свой лазинг пэдж. И скомпилированный файл OAM с вашего компьютера. Вы мышкой просто перетягиваете вот так вот, как сейчас вы видите. Прямо в проект Adobe News. А отпускаем мышь. И кликаем где-нибудь. Вот наша анимация. То есть смотрите. Если мы размещаем бабочку вообще где хотим. Если мы на этом уровне с вами сделаем предпросмотр в браузере. У нас бабочка видите. Как бы все работает. То есть она машет крылышками. Очень красиво все смотрится. Вот. И в принципе все. Я прокручиваю браузер. И бабочка там так и остается сидеть на кнопке. Если вам как бы на этом уровне больше ничего не нужно. То размещайте бабочку где нужно. И любуйтесь на вашу как бы уникальную анимацию. Но вы видели в примере у меня бабочка перемещается. Мы с вами уже проходили перемещение. И таким же образом мы с вами сможем дать файлу OAM то же самое перемещение. Поэтому мы его выделяем. Идем эффекты прокрутки. У первого иконки вот этой прокрутки ставим вот здесь вот перемещение. Смотрите. Если я размещаю бабочку на кнопке. Да. И она начинает движение сразу. Как я начинаю прокручивать сайт. Поэтому вот этот вот. Вот этот элемент исходная позиция. Да. Мы его ставим. Я его вставлю прямо на начало холста. Начальное перемещение мы не трогаем. В конечном перемещении у меня бабочка летит немножко вниз и в сторону. Поэтому здесь выбираем стрелку вниз кликаем. И я включаю здесь 0.3. Потому что бабочка летит медленно. Поэтому здесь скорость небольшая. Здесь стрелку ставлю вправо. И ставлю тоже 0.3. Чтобы она немножко в сторону улетала. Давайте посмотрим в браузере. Вот наша бабочка сидит на кнопке. Я начинаю прокручивать. И бабочка немножко по диагонали у нас улетает. Также направление бабочки вы задаете любое, какое вам нравится. Я считаю, что это очень красиво. Такой красивый элемент на вашем лендинге всегда приятно привлечет внимание ваших посетителей. В принципе, на этом я урок заканчиваю. А мы увидимся с вами в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку «Адрес», который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч. Делайте их круто. Делайте мастер-пэтч. Продолжение следует...